Всё свободное время Полина тратила на тренировки. За бильярдным столом она проводила выходные, много играла летом. За два года научилась обыгрывать даже взрослых спортсменов. Участвовала в чемпионате России среди юниоров. Так получилось, что я попала в бильярд совершенно неожиданно. Просто решила попробовать, ничего не слышала про этот спорт до этого. Но мне так понравилось, что я уже не смогла остановиться. Но теперь о постоянных тренировках, похоже, придётся забыть. Клуб, в котором она занималась, закрылся. Областная федерация бильярдного спорта не потянула аренду. Примерно 2 миллиона рублей в год. Ребята оплачивали только работу тренера, а дополнительные занятия были бесплатными. Сейчас юные бильярдисты вынуждены практиковаться в новом месте. Здесь только за час игры за одним столом они платят 90 рублей. А всего занятия длятся 2-3 часа. И так несколько раз в неделю. Вместе с Полиной обучаются ещё около 30 ребят. За лето федерации планировали набрать ещё одну группу. Но сейчас это уже будет проблематично. Слишком затратными выходят тренировки. Для нас это было одним из решающих факторов, что дети могли дополнительно заниматься. Там это можно было сделать бесплатно. А здесь для этого нужно платить обязательно деньги. Естественно, это уже бьёт по карману. И возможности тренироваться такой уже нет. Для профессиональных бильярдистов нужны особые условия. Многие, не только во Владимире, вынуждены играть в коммерческих бильярдных клубах, где продают алкоголь. Во время детских занятий это недопустимо. Владимирские спортсмены заявили о своей готовности построить в городе на свои средства областную школу бильярда. Вот только у них нет земли. На днях они отправили губернатору письмо, которое подписал президент Федерации бильярдного спорта России с просьбой выделить им участок в центре Владимира. Ответа пока нет. А вот спонсоры появились. Давайте и возьмёмся поддерживать хотя бы то, чем занимаются наши дети и внуки. Предприниматели обещают построить одноэтажное здание, где дети будут заниматься бесплатно. Федерация возьмёт на себя все расходы на содержание школы, которую они готовы передать на баланс города. Поддерживать секцию планируют меценаты, а также за счёт платы за аренду столов в вечернее время. Таким образом, неравнодушные взрослые хотят серьёзно повысить уровень владимирских бильярдистов. Впрочем, их успехи уже впечатляют. Кирилл Мельников завоевал золотую медаль на первенстве России среди спортсменов до 16 лет. А Вадим Кистанов уже неоднократно становился призёром различных российских соревнований. Вот Вадику Кистанову было мной написано предписание, письмо, чтобы выделить губернаторскую стимпендию. На прошлой неделе отказали. Не олимпийский вид спорта. Интересно, русский бильярд, да, не олимпийский вид спорта, но он же русский бильярд. И тогда мы будем поддерживать кёрлинг. Не, неплохой вид спорта. Но где у нас кёрлинг зародился? Недавно Вадима включили в состав сборной России по бильярду. В скором времени он будет участвовать в чемпионате мира. Чтобы достойно представлять страну, ему придётся тренироваться много, а теперь за неимением возможности делать это бесплатно ещё и дорого. Василий Косенко, Евгений Токарев, 6 канал.